Корреспондент. Украина. Без США не решить. Речь Лукашенко о Донбассе. Корреспондент. Украина. 8 октября 2019 года. Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал ряд резких заявлений о конфликте на Донбассе 8 октября на Международной конференции «Европейская безопасность. Отойти от края пропасти», которая проходит в рамках форума «Минский диалог». Корреспондент.нет приводит самые яркие цитаты. Беларусь, Россия, Украина. Единый конфликт на Донбассе, не только в Украине, говорит Лукашенко, отмечая, что Беларусь уже почувствовала, что это такое. 160 тысяч беженцев, которых винули на нашу территорию. И мы им на завтра же, буквально через сутки, предоставили равный статус с нашими гражданами, Беларуси. Мы приняли их, как родных. Кто-то уехал, кто-то приехал. Мы открыли для людей границу, через которую к нам поступает основный поток оружия, сказал он. Белорусский лидер считает, что это говорит о том, что это в нашем доме уже конфликт, поэтому мы не можем стоять в стороне. Во-вторых, это и наша Украина. Беларусь, Россия, Украина – это что-то единое. Я не хочу сказать, что один народ – это кого-то бесит. А фактически один народ. И мы воюем и не можем разобраться. Европа вроде бы помогает. Ну, так помогайте, чтобы был результат, сказал он. Война на Донбассе, конфликт Украины и России. Если двое братьев дерутся, всегда подключался третий, всегда так было. Мы из этого исходим. И не надо только после меня тут говорить, что это не конфликт России и Украины. Знаете, тут осведомлены люди, и эти заявления никому не нужны, заявил Лукашенко. Он призвал не игнорировать и не избегать глав самопровозглашенных ЛДНР для урегулирования ситуации на Донбассе. Это вопрос договоренностей. Но главное, чтобы стороны ввязались в рассмотрение этого конфликта и принимали решение. Тогда будет место и ЛНР, и ДНР, и будут подвижки, и 400 километров границы, и проведение там выборов, и создание некой милиции, сказал лидер Беларуси. Лукашенко отметил, что обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос налаживания диалога с сепаратистами. Я сказал, что надо идти на какие-то контакты, движения, потому что война у тебя, на твоей земле. Он говорит, я так и понимаю эту проблему. Это война на земле Украины. Поэтому надо решать эту проблему, заявил он. Белорусский лидер отметил, что со временем любые раны рубцуются и привел в пример отношения с Германией, которые наладились после Второй мировой войны. Многое зависит от нас. И мы должны взять на себя большую нашу, большую часть решения этой проблемы, добавил он. Прогресса на востоке Украины нет. Лукашенко сказал, что в Беларуси рады наметившемуся прогрессу, обмен пленными, и некоему процессу на встречах трехсторонней контактной группы в Минске. Но, тем не менее, подчеркнул, что на самом деле лед не тронулся. Но если кто-то думает, что после принятия решения в Минске, а там просто были еще раз конкретизированы минские соглашения нормандской четверки, лед тронулся, нет. Он не тронулся и не тронется, если мы не подтолкнем процесс, который, может быть, ну хотя бы в средствах массовой информации, умах политиков актуализирован. Так называемая формула Штайнмайера, сказал политик. Нормандская четверка без США не решит конфликт. Да очнитесь вы, в конце концов. Война не только в Украине, война у нас, в нашем доме, в Европе, ред. И решать эту проблему нам. И если нормандская четверка чего-то стоит, так давно уже надо было собраться и что-то решать, сказал Лукашенко. При этом добавил, что сомневается в желании Европы завершить военный конфликт в Украине. Я был в этом процессе и знаю, как решается. Каждый старается набрать себе политические очки. На чем? На гибели стариков и детей. Там же одни старики и дети остались. Все, кто мог убежать, уехать, оттуда убежали, заявил политик. Лукашенко отметил, что возлагает навстречу в нормандском формате надежду создания твердых гарантий запуска четкого механизма контроля за выполнением существующих договоренностей. При этом я своего мнения не скрываю. Без участия США конфликт в Украине урегулировать не получится, подчеркнул он. Украину подарили Западу. Лукашенко заявил, что Восток и Запад противостоят друг другу еще и со времен Советского Союза, особенно в военной сфере. Это противостояние привело, по его мнению, к событиям в Украине. Сегодня мы Украину просто подарили своим соперникам. Ну что, не так, своими руками отдали Украину. За это американцы и НАТО должны нас просто благодарить, что они, наверное, и делают, разговаривая между собой, сказал президент. Европа должна помочь Украине потому что мы Зеленского, которого загрузили этим страшным грузом, не его проблемами, оставили один на один с этими проблемами. Видите, что происходит в Киеве? Там без разбора используют определенные силы этот процесс, чтобы вообще придавить новую власть и нового президента. И Европа безмолвствует, упрекнул Лукашенко. Он считает решение конфликта на Донбассе ключевым вопросом безопасности в Европе. В братской нам Украине продолжают гибнуть люди. Регион не может выбраться из трясины социального, экономического и гуманитарного хаоса, отметил политик. Президент Беларуси заявил, что нужно не только остановить войну, но и восстановить Донбасс. И не только восстановить Донбасс. Там еще более вопиющие проблемы, в Украине. Эта война и та ситуация экономически опустила Украину. Ей нужно помогать. Если мы на что-то способны, давайте решать. На деле решать. Вот посоветуемся, вы своих политиков возьмете за шиворот и заставите решать эту проблему. Нас возьмете за шиворот, сказал он. Лукашенко добавил, что Беларусь никогда не стремилась быть посредником или миротворцем, но готова, как близкие и родные люди, если Украина и Россия договорятся, сыграть ту роль, которая ими будет определена нам. Вменяемый Зеленский президент Беларуси вспомнил свою встречу с украинским лидером в Житомире на прошлой неделе. Он отметил, что у них был обстоятельный разговор по широкому кругу тем. «Я почувствовал, что президент Украины – человек настоящий, крепкий, патриот своей страны. Абсолютно нормальный, вменяемый политик, который хочет решить эту европейскую проблему, которая ему досталась в наследство. Он готов к трудным решениям для достижения мира. И мы его в этом поддерживаем», – подчеркнул Лукашенко. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.